Координационный совет оппозиции, избранный в таких муках, собирается крайне редко, один раз в месяц. И в обществе уже началась дискуссия на тему, а работоспособен ли координационный совет. Сегодня этот орган собрался второй раз и ответил сразу на несколько вопросов. Координационный совет упрекали в неповоротливости почти с самого начала его существования. 45 членов – это много. Часто собираться не получается, а события происходят каждый день. Надо быть мобильными и быстро реагировать на случившееся. Но возрождать формат политбюро тоже не хочется. С другой стороны, для граждан важно ориентироваться на четкую реакцию хоть какого-то легитимного органа оппозиции. И тем более знать, какова конечная цель и основные задачи оппозиционного движения. Идеологическую платформу обрисовал политолог Андрей Пиантковский. Вокруг нее и развернулась основная дискуссия. Состав достаточно сбалансированный, людей с различными точками зрения. Ну, есть люди, которые просто принципиально не приемлют те опорные точки моего проекта, который я перечислил. С ними, наверное, будет трудно работать. Ну, попробуем, посмотрим. Координационный совет жизнеспособен? Я отвечу на этот вопрос, когда он проголосует за тот или иной проект основополагающего заявления. Потому что правильно говорили все люди, принадлежащие к различным течениям, что мы не можем действовать, если мы не ответили на вопрос десятков, может быть, сотен тысяч наших избирателей и сторонников. Кто мы такие, для чего мы собирались и что мы собираемся делать. Не слишком ли долго висит этот вопрос в воздухе? Уже больше месяца, как избран КС? Ну, потому что, ведь сегодня было замечено, что кроме нашего проекта ни один другой документ не был представлен. Видимо, вот такая неопределенная ситуация кого-то больше устраивает. Сергей Пархоменко, Ксения Собчак и примкнувший к ней Яшин расчехлились еще до заседания. Публичная пистолярная перепалка Собчак и Пиантковского вызвала жаркие споры. Считалось, что главным арбитром в этой дискуссии может выступить Алексей Навальный. Но повелитель хомячков слился практически сразу, так и не дав однозначного ответа на вопрос «С кем ты непримиримый борец с коррупцией?» Если с Собчак все понятно, Путин все-таки ее крестный папа, то к Навальному возникает слишком много вопросов. И главный из них – дутая ли эта фигура или заслуженно уважаемая? Но репутация КС все-таки была спасена принятием конкретного решения. Когда же проводить очередное массовое шествие? 8 декабря, 9 или 15? Последняя дата устроила всех. Главное – приняты конкретные решения. Намечена дата нового марша. Я его для себя все равно называю марш миллионов. Марш свободы – это конкретная акция будет называться. Суть не в этом. Да, главное, что мы можем уже четко теперь начать подготовку, приглашать людей, готовить требования, лозунги, проводить эту мобилизацию. От этого и ждали от Координационного совета избиратели. И то, что мы месяц назад не приняли это решение, что была ошибка. Мы потеряли много времени. Ну, лучше поздно, чем никогда. Хорошо мы, что сейчас исправили эту ситуацию. Нам необходимо больше придумывать разнообразных дел и эти дела осуществлять. По-моему, если мы будем тем людям, которые за нас голосовали, предлагать не просто лозунги или не демонстрировать наши бюрократические навыки, а мы будем придумывать какие-то действительно по-настоящему важные, интересные дела, к которым подключать как можно больше людей, то это и будет означать, что мы со своей задачей справляемся. Очень продуктивное заседание, потому что были определенные трения, определенные споры по поводу даты, например, акции протеста. Вот сегодня все эти споры завершились, и принято общее решение об акции протеста в центре Москвы 15 декабря. Второе – был принят и утвержден регламент Координационного совета. Ну, понятно, что это такой не очень интересный вопрос технический, но организация не может функционировать без регламента, и как бы этот вопрос уже завершили с дискуссией, вопрос принят и закончен. То есть теперь Координационный совет будет обсуждать уже как бы не свои технические, а такие вопросы общеполитического характера. И сейчас, конечно, самое главное, к чему мы все будем готовиться, это вот следующая оппозиционная акция 15 декабря. Конечно, проблемы остаются, остаются организационные проблемы. Я считаю, что необходимо делать некое координационное звено, не знаю, это будет президиум, это будет какое-то бюро, это будет совет, координационного совета, где нужно будет решать какие-то текущие оперативные вопросы, не принципиального характера, но тем не менее важные для быстрой и эффективной работы структуры. Вот, я думаю, что это со временем будет сделано, поэтому, ну, думаю, что, как говорится, дорога осилит идущие. А в остальном все хорошо. Каспаров оказался приличным спикером, лавирующим между Сциллой и Харибдой. Националисты пытались принять резолюцию по готовящемуся в Госдуме закону о бывших гражданах СССР, которые вот-вот, по милости и дросни, станут россиянами. Кстати, резолюцию так и не приняли. То ли поправок не читали, то ли вопрос гражданства не волнует. Этот закон позволит в упрощенной процедуре принимать гражданство выходцам из Средней Азии. Без знания русского языка, без указания источников дохода на территории Российской Федерации приходите, кто желаете. Это будет иметь самые тяжелые последствия для России. Достаточно вспомнить Косово. Когда сначала приходит народ, потом меняется кардинальным образом из-за этого нашествие политической ситуации, меняется ситуация с гражданством, и страна становится совершенно другой. К сожалению, предложенная националистами резолюция набрала только 19 голосов, при необходимых 23. Это было, в принципе, большинство присутствующих в зале, но необходимого количества голосов, 23, мы набрать не смогли. Судя по всему, эта резолюция будет вынесена повторно, уже на голосовании на площадке Демократия-2, что регламент позволяет. Надеюсь, что там мы наберем большинство. И откровенно разочарована позиция группы Пархоменко, которая саботирует этот вопрос. В принципе, ей, судя по всему, не важно, какие граждане в Российской Федерации должны быть. Сбор Координационного совета 24 ноября 2012 года стал, по сути, первым полноценным заседанием этого органа. Ожидаемого скандала не произошло, хотя случилось некоторое размежевание по группам и по интересам, а также по взглядам. Но это ожидаемо. В кулуарах звучало уже знакомое «поживем-увидим», хотя очень многим гражданам хочется действий уже сегодня. И сейчас. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, телеканал Политвестник ТВ. Сотник, Дмитрий Мелехин, телеканал Политвестник ТВ. Сотник, Дмитрий Мелехин, телеканал Политвестник ТВ.